Уже до начала осени стоимость мяса и мясных продуктов на прилавках Самарской области может вырасти на 15%. Причина инфляции, по мнению аналитиков рынка, кроется в резком увеличении закупочных цен на сырье. Уже есть такая информация, что сейчас бы и на говядину, и на свинину все поднимется. Столхозу звонили, кормов нет. В любом случае поднимется рублей на 10, на 15, на 20, возможно, говядина. Да так же, если не надо. Дорожать будет, да. Проблеме 20, наверное, будет подорожать. Среди основных причин повышения стоимости сырья поставщики называют подорожание кормов, снижение конкуренции на рынке после введенного в декабре 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии, а также африканскую чуму свиней. Если взять говядину, то здесь, конечно, большой роль сыграло то, что ввели запрет на вод бразильской говядины, который занимает на данный момент по оборачиваемости говядин на рынке мясном в России 40%. Что касаемо нашего, соответственно, на этом фоне повысили цены и сельхозпроизводители говядины. Мы вынуждены, соответственно, также повышать свой ценник. По свинину здесь большую роль, наверное, сыграло все-таки то, что закрытие АЧС в Бразилии на данный момент занимает всего лишь 9% от дороги на рынке. Если на конец 2017 года говядина была в районе 200 рублей, сейчас это уже 215-220 рублей за год. При этом местные производители цены на колбасу и полуфабрикат еще не поднимали. У колбасников, у любых переработчиков есть определенный зазор. Технология позволяет держать определенную маржинальность. В соответствии с тем, что мы начинаем повышать свою продукцию, данная маржинальность в коридорчик съедается, им деваться уже, естественно, тоже некуда. Они тоже обязаны вынужденно даже повышать, чтобы содержать свое производство. Дополнительно разогнать цены на мясо и мясную продукцию может и рост НДС с 18 до 20%. Подтолкнет стоимость продуктов и рост цен на оборудование и комплектующие.